Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал «Экзегет» пришел следующий вопрос. Что должно быть центром переходской общины? Священник или храм? Хорошо было бы, чтобы автор немножко раскрыл этот вопрос, но начну с того, что центром приходской общины должен быть Христос. Друзья мои, мы же христиане. Ну что вы такое говорите? Храм, священник, свечки, иконы, отмостка, гидрозвукоизоляция. Что значит храм в центре общины? Я понимаю, что речь идет о том, что благоукрашение храма, развитие храма, содержание храма. Здорово, но Бог не в бревнах, а в ребрах. Да, храм – место особого присутствия Божьего. Но и человек, место особого присутствия Божьего. И в сердце человеческом происходит все самые главные события, которые влияют на его земную и вечную жизнь. Поэтому для священника центр Христос и люди. Для людей центр Христос и другие люди. Священник тоже человек, я вас уверяю. Нас не на парашютах с небес спускают. И если община будет заботиться о духовенстве, духовенство будет заботиться о пастве. И все вместе будут идти ко Христу, то в этом и есть смысл существования цели-задачи христианской общины. А в мелочах уже на каждом приходе есть некоторые разномыслия, нюансы. Где-то батюшка хорошо занимается подростками, где-то с людьми постарше, где-то есть хорошая богословская школа, а где-то хорошо играют в настолки, шахматы исплавляются на байдарках по рекам. Поэтому все должно быть в любви. В угланом единства, в мелочах разнообразия и во всем любовь. Думаю, любовь должна быть центром любой христианской приходской общины. Снисхождение, терпение и любовь, и поддержка. Закончу историю жизни митрополита Антония Сурожского, которому пришла жаловаться прихожанка на сотрудницу храма. Все рассказала, душу излила. Вот сделайте с ней что-нибудь. И Владик Антоний говорит, слушайте, вам надо терпеть, приходится терпеть Марью Ивановну. Мне приходится терпеть Марью Ивановну и вас. А Господь терпит нас всех троих. Поэтому если что-то в вашей жизни, в вашей приходской общине не складывается, хочет что-то поменять, людей убрать лишних и ненужных, наберитесь терпения. Прощайте должникам своим. Так, как хотели бы, чтобы Отец наш Небесный прощал нам наши долги, грехи, прегрешения. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok